Ботча, или ее прототип, зародилась еще в Древней Греции, а кто-то же родом и ее ближайшие родственники, Бильярд и Питанк. В нее можно играть и один на один, но, конечно, гораздо интереснее командное соревнование. Основная задача участников – бросить мяч как можно ближе к установленной в начале игры цели, сбивая при необходимости мячи противника. Людей всех возрастов привлекают к игре ее простые правила, доступность, а главное – практически полное отсутствие ограничений по физической форме игроков. Здесь важны не сила и выносливость, а верный глаз и точный расчет. В России ботча недавно и пока не столь развита, как во многих западных странах, однако успела найти своих приверженцев. Среди них – люди с ограниченными физическими возможностями, то есть как раз те, кому особенно важна ее демократичность. Мне интересно играть в том, что это командная игра. Командная – значит, это дружеская игра. Дружба в команде – это самое главное подразумевается. Играть не можно, как в помещении, когда зима, дождик. А можно также играть на улице, на асфальте, на бетоне. Только более-менее должна быть равноплощадка – 10 на 6 метров. Вообще успех всей команды – это главное – хорошая рука, кто хочет попасть, и дружба. Дружба в команде – это самое главное, это успех всей игры. 20 октября в Москве прошло первенство Северо-Восточного административного округа среди инвалидов. Попасть на него мог любой. В турнире участвовали даже новички, никогда прежде не державшие в руках мяч для бочи. Возможно, теперь эта игра увлечет их так же, как увлекла Ирину. В прошлом году мы ездили на соревнования в Могилев, и там я первый раз увидела эту игру. Говорят, что привезена из Литвы, как она увлекла, попала, тоже не знаю. Но там я первый раз увидела, а потом летом уже начала пробоваться. Будем надеяться, что первенство округа – это только начало. Ведь боча – один из немногих видов спорта, доступных людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ее развитие в России значит привлечение в спорт огромного числа людей, которые сегодня, возможно, уверены, что для них эта область закрыта.